Это мой традиционный вопрос, его всем задаю. Чего мы Донецк потеряли? Чего харьковчане не потеряли Харьков? Днепропетровчане не потеряли, а мы, донечане, потеряли Донецк. Что нам помешало? На моё мнение, элементарно людей, выходивших на площадь, оказалось меньше, которые отставить были территориальную целостность и независимость Украины в Днепре и в Харькове элементарно оказалось больше. И они были готовы радикально действовать. Ну и плюс также и все, все-таки местные, их элиты все-таки были тоже проукраински более настроены, нежели донецкие элиты, донбасские элиты. Потому что там не только Донецк, там еще область активного прямого участия. То есть, если даже в Харькове какое-то деление хотя бы пошло, то в Донецке абсолютно все приняли пророссийскую часть из чиновников, из так званых элит. И именно поэтому, ну и плюс, конечно, в Донецке, из-за его густой населенности, то элементарно больше от таких вот рядовых ватников оказалось. Даже если взять вот эти шахтерские города, то там, то вообще Донецкий вот этот вот ватный шабаш, он хорошую человеческую подпитку получал от вот этого вот шахтерского пояса. Здесь Снежное, Торез, Харциз, Макеевка. А в других городах и Днепропетровской области, и Харьковской, ну вот такой вот ярой антиукраинской подпитки, все-таки, все-таки они не получили. При том, что надо тоже отдать должное, ну и там, и понимать, что и в Харькове, и в Донецке люди из переграничных российских территорий так же самоездили. Как бы, но опять-таки, где-то, где-то больше четче сработала милиция, где-то, где-то не настолько местные элиты были там подвержены российскому влиянию и желанию поторговаться там с Киевом и с новыми, с новыми. Под Донецкими элитами кого ты имеешь в виду? Ну, конечно же, я думаю, Ахметова, тут надо называть, по сути, по сути. Его роль какая в Русской весне и в сдаче Донецка? Да в том-то и дело, что нам тут можно назвать и не как Агия, потому что он, по сути, самоусунулся от вопроса, он никак не показывал себя по гуде, вот это знаменитый, его можно годок назвать. Но когда ты называешь себя патриотом края, а в твоем крае начинают приходить и дебоширить непонятно кто, ну ты получаешь то, что ты получаешь сегодня. Это то и получаешь то, что надо с кем-то, с бывшим куратором Донецким МММ, ты теперь согласовываешь свои поездки на оккупированную территорию. В 2014 году вообще весной был уже такой культ раньше Ахметова, и на мое субъективное мнение, если бы Ахметов тогда в 2014 году более бы, даже не про государство, даже не про украинское, про свой бизнес бы, более бы переживал бы и понимал последствия и как-то активнее бы себя проявил бы, русской весны бы не было бы, так званой русской весны, потому что в 2014 году, ну все это можно было, ну там человек 200 милиционеров могло это все прикрыть там буквально за 2-3 дней, за 2-3 дня. И Ахметов никак себя не проявил, он как-то, даже это есть видео, да, его знаменитой, где он заходит под администрацию, убогу с администрацией, разговаривает и уходит просто. На этом все, в принципе, на этом все. А как это согласуется с тем, что вот ты и твои товарищи, вы фанаты Шахтера, вы поддерживаете Шахтер, а все-таки Шахтер это Ахметов, или между ними нет знака равенства? Между ними нет знака равенства. Шахтер был до Ахметова и Шахтер будет после игры Ахметова. Когда там ребята, фанаты поддерживают Шахтер Донецка, они поддерживают не Шахтер, не Шахтер Ахметова, а Шахтер города Донецка, футбольник Аланду и Шахтер Донецка, города Донецка, а не Ахметова. Потому что многие ребята начали болеть за Шахтер еще до прихода Ахметова. У многих ребят, родители там... Тогда этим ребятам уже по 40 и 50. Ну нет, по 35, где-то так. Ну он же пришел в 95 году. Ну да, да, да. Ну по 35. Те ребята начали в 10 еще болеть всем. Ну да, ну слушай, я же смотрел Шарафуддинова еще по К-61. Я ходил в школу, где-то в 4 футбольное обозрение было Шарафуддиновым. И где-то вот, да, где-то в младших классах я начал смотреть. Я помню, даже вот этот К-61 было... Хорошо, а что такое Шахтер для тебя? Была ужасная трансляция, была ужасная трансляция. Вот эти вот ужасные повторы с загального кадра. Я помню, и тогда меня заинтересовало Шахтер. А когда вот уже он заиграл уже в Лиге Чемпионов, ну, после Война Тважа тоже понимают, что я что, не мог попасть на стадион рано, а некоторые приходили, там, стадион в 8 лет, в 9 лет. Что такое Шахтер для тебя? Ну, Шахтер это часть... Нет, я не понимаю, часть символа региона, как бы. И цвета там, как бы, да, там оранжево-черный, там. Я вообще думаю, что фанаты Шахтера спасли оранжево-черные цвета. Потому что все в Украине знают, что фанаты Шахтера воюют и воевали, и будут воевать за Украину. По моим подсчетам, вот, по моим подсчетам, каждый четвертый из небольшого количества вообще, в общем, фанатов, если мы будем, когда-то те, кто к движению «Ультра» спричастны, то, я подсчитывал, то каждый четвертый принял беспосреднюю участь у боевых дел.